Приветствую вас, смотрю, значит, вам дали уже ответ на ваш вопрос, причем ответы самые такие, ну, противоречивые, да, то есть один эксперт сказал, что вы вообще ничего не знаете, другой эксперт написал вам символы того, что вы видите, ну, символ того, что вы, значит, увидели в своем сне, и ваше дело соглашаться с ними или нет, вот, но поскольку вопрос задаете вы лучшему на ответ, то я постараюсь вам ответить по своей позиции, значит, мы с вами сделаем так, мы, ваши сны, вот ваш сон, мы его разобьем на несколько GFC, да, ну, несколько обстоятельств, которые вас наблюдают, значит, смотрите, первое обстоятельство, которое вы описываете, это то, что вы в городе своего детства, вы идете по знакомым улицам и привлекаете медных парней с парней, значит, ну, во-первых, надо сказать так, что, значит, дабы не пересекаться с ответившим вам экспертам, да, попробую снов, я немножко, наверное, с другой стороны, и скажу, что, во-первых, главный город, знакомые улицы, это все, по сути дела, признак ностальгии, ностальгия, это одна вещь, что вам не хватает, по сути дела, тех вот эмоций, тех вот переживаний, которые у вас были, тогда вам хочется эти эмоции и переживания испытать, еще раз, вот, вот эмоции, но вы не можете этого сделать, то есть, эмм, возможности у вас эм, эм, такой, как я понимаю, сейчас нет и, соответственно, вы тоскуете по этому времени, по-хм, тоскуете по тому, эм, что вы чувствовали тогда. И ээм, ээм, таким образом, можно ээм, резюмировать, что что знакомый город из детства, точнее, ваш город из детства, и то, что вы идете по знакомым улицам, это, по сути, дел не что иное, как стремление к свободе, стремление к свободе, возможно, бег в некоторой степени от ответственности, на то, что есть сейчас, и, значит, желание делать какие-то вещи, которые вы делали тогда. Значит, вы сейчас, у вас довольно много обязанностей, у вас четко определенные роли свои, то есть, что я вот здесь, да, имею в виду, говоря про роли, значит, вот когда вы замужем, да, вы замужем, у вас, значит, есть семья, то семья требует от вас выполнения определенных обязанностей, да, это, значит, вам нужно быть женой, вам нужно быть, возможно, родителем, ну, то есть, вот вы этого не написали, но, тем не менее, значит, или вам нужно заводить ребенка либо по вашему, либо по мнению, ну, вот, просто, либо по мнению общества, по мнению мужа, например, и прочее, прочее, вот такая ситуация. И тогда в детстве вы знали, что, в общем-то, вы никому ничего не должны. И вот это вот ощущение свободы, оно для вас сейчас наиболее привлекательное. И что это говорит? О чем это говорит? Ну, говорит, в первую очередь, о том, что вам нужно разгрузить свою социальную роль. То есть, вам нужно разгрузить, разгружать то, чем вы занимаетесь сейчас, то, как вы занимаетесь этим, что вы делаете, и так далее, вот это вот вам нужно разгрузать. И разгрузка, если говорить о разгрузке, ну, не говорится, что больше времени нужно жить вам на себя, а больше времени вам нужно посвящать себе и, собственно, жить, в общем, нам нужно для себя больше. Это вот то, что я могу вам сказать именно, значит, в контексте вот этого момента. Это, значит, первое. Второе. Вы привлекаете внимание летних парней, и это связано с тем, что вы, возможно, ну, возможно, потеряли часть своей женственности, по вашему мнению. Возможно, вы перестали чувствовать себя женщиной, опять же, по вашему мнению. И, возможно, вы чувствуете, что именно тогда, когда вы вот были вот свободны, когда вы были непринуждённы, вот именно в тот момент вы, ну, вам было хорошо, вы чувствовали, что вы привлекательны, чувствовали, что вы нравитесь нашим мужчинам и так далее. То есть вы чувствовали себя женщиной сейчас, но на данный момент вы не чувствуете себя таковой, и на данный момент вы не ощущаете себя таковой. И это тоже большая проблема. Это говорит, в первую очередь, о том, что в вашей супруческой жизни наблюдается, ну, если не кризис, то некоторые проблемы. Вы не чувствуете себя такой желанной, вы не чувствуете себя такой привлекательной уже, и это на самом-то деле довольно плохо. Плохо для вас, потому что вы не реализуетесь как женщин. И, собственно, в этом направлении вам тоже стоит, конечно же, подумать. Далее вы пишете о том, что вам встречается мама, которая пытается вас как-то вот, значит, поймать. И здесь, конечно, интерпретации могут быть самыми разными, но на мой взгляд, именно на мой взгляд, интерпретация самая такая вот основная, то, что, значит, то, как вы сейчас живете, да, либо вам очень-очень сильно напоминает то, как вы жили за свои мамы. Может быть, это у вас идет сценарий традиционный. Либо, наоборот, вы сознаете, что мама ваша была права в чем-то, вы ее не послушали, и в результате получилось вот то, что получилось, да, то есть вы, по сути дела, ну, получили то, чего вы не хотели получить, да, то есть вот есть такая вот двоякая ситуация. То есть мама у вас, это действительно вот связано с чем-то и в детстве, но опять же с чем, либо вы неудовлетворены своей жизнью, либо вы, значит, соответственно, как я уже сказал, либо вы, напротив, понимаете, что ваша мама была права, и что вы сейчас, по сути дела, ну, жалеете, что, значит, значит, твою маму не послушала. Соответственно, вопрос здесь заключается в том, а, ну, почему, собственно, вы должны ее спросить были, и в чем проявляется ваша неудовлетворенность жизни, я имею в виду, и как можно эту неудовлетворенность жизнью, значит, все-таки преодолеть, да. Вот так, вот так, значит, далее вы пишите, что ваша мама просто осталась, но вы твердо отвечаете, что меня никто не сможет задержать от ухода туда. Да, здесь, наверное, противоречие заключается в том, что ваша мама, она пыталась вас как-то вот подавить, да, пыталась как-то вас направить именно в то русло, которое ей казалось правильным, но, вот, собственно, вы раз за разом отказывали ей, и раз за разом действовали так, как именно вы считали, ну, и что-то вас сейчас напогнуло вновь на это противоречие. То есть, либо противоречие, это изначально не было решено вами, либо, значит, сейчас это, ну, скажем так, сейчас это, например, стало для вас более актуально. Понимаете, о чем, я, понимаете, надеюсь, о чем идет речь. То есть, именно актуальность события, которые с вами, ну, в вашей жизни произошли, они заставили вас увидеть именно это. Может быть, может быть, вы, там, маму увидели свою в каком-то, там, в поведении, ну, в каком-то поведении, да, в каком-то обстоятельстве вы увидели, там, что вот эта ваша мама вот так же себя вела, и вот это впечатлило, впечатлило. А может быть, еще что-то. То есть, здесь на самом-то деле довольно много, может быть, вариантов, вот. Но, тем не менее, вот где-то вы увидели ограничение себя, да, где-то вы увидели, что как-то вот на вашу свободу, на вашу самостоятельность, надеюсь, покушать, скажем так. И вам это не понравилось, и вам это не нравится, вы, возможно, этого даже боитесь где-то, и, соответственно, из-за того, что вы этого боитесь, у вас появилась вот эта вот, как бы, визуализация. Ну, собственно, на этом, я думаю, можно закончить. Закончить мой ответ вам. Значит, что я хочу сказать? Ну, во-первых, вы, наверное, уже сами поняли, да, что личная жизнь у вас, это самая такая большая, наверное, проблема личной жизни. Значит, второе, это отношение с мужем, то есть личная жизнь, это имеется в виду, скорее, даже не личная, а личностная жизнь. Вот так, правильно. Второе, это отношение с мужем. И третье, это неуверенность в себе в плане самостоятельности личной жизни. Я думаю, что именно эти моменты можно и нужно с вами разбирать. Если вы, конечно, хотите, ну, как-то вот это, с этим поработать, если вы хотите на эту тему как-то поговорить, поговорить. Ну, а на этом, в принципе, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас вопросы остались, пишите в личку, я вам с радостью помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok